Ну а прямо сейчас сбавим немного обороты. Пока вы звоните, сражаетесь за пригласительные, давайте поговорим о высоком. Все-таки есть у нас и такие мероприятия в грядущей афише. И приветствую в гостях двух организаторов фестиваля среднеевропейской литературы Шенгенко. Это Павел Барковский, инициатор проекта и участник лаборатории научного и художественного перевода, а также Алена Маковская, соорганизатор и координатор культурной компании «Будьма белорусами». Вообще, литература у многих в последнее время не на слуху, и масштабных мероприятий у нас не так уж и много в стране проводится. Именно поэтому решил пригласить вас в нашу видеофишу. Во-первых, добрый вечер, спасибо, что пришли. Во-вторых, что же нас ожидает? Это действительно масштабное мероприятие, которое растянется на целый месяц. Что это будет? Ну, это будет фестиваль. Саправдый фестиваль литературы, фестиваль философской думки Шенгенко. Вельми цикавая назва, оригинальная назва. Мы вырошили таким чином порадовать любителей литературы, аматоров литературы. Потому что фактично в першыню у Беларуси будет отбываться такий фестиваль мины этой перекладной литературы. Литература, которая была представлена в белорусских перекладах, больше частка, напевно, не была представлена. За семьи. За семьи. А у русских, напевно, только частка. Тому это вельми отметно, что это про белорусское слово, про белорусскому придут сюда и гэтая книги, и гэтая литература. А откуда эти переводы появлялись? Почему именно эти произведения, которые будут представлены в рамках фестиваля, будут представлены? И почему именно они станут героями? Сама концепция переклада гэтой литературы, и она народилась некольких год тому, и мы супрасовничали с замежными коллегами, які допомагали нам отбирать те книги, которые, на их погляд, представляют наибольшу литературу краин региону, гэтак званой Вышаградской группы. Нагадаю, гэта Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. И вось литературы гэтых краинов будут представлены на фестывале. По сути, там паритет выданнил, все по 40 позиции мают кожные краинов, и там поставлены книги, як билитерстычные, гэтак и, ну так, науковые, науково-публицистычные. Да, на самом деле, разброс тем, которые охватят фестиваль, велик. Я предлагаю так по дням рассказать нашим пользователям, что же ожидает всех минчан, ну и, конечно, гостей. Я надеюсь, найдутся те пользователи, которые захотят специально приехать в Минск. Итак, пройдет сам фестиваль с 12 по 29 марта, и начнем с открытия. Там ожидается литературная вечеринка, мультикультурная виза. При участии многих гостей, я не буду их перечислять, что это будет, что за... Почему стоит прийти на открытие? Сама концепция мультикультурной визы мая на увазе, что там будзе литература з усима розных аутараў, з трох розных краин, таму и мультикультурная, макшымасть вастие у розные культуры. И гэтая литература яны адлюстроваець, скажем так, сучасную сяредню европейскую прозу и поэзию. И адповедна ў тых, хто прыдя, будзе макшымасть пачуць у рылкі, выбраны из гэтых твору, адсаніць гэтак, значит, товар ад пачатку. И адповедна адрымаць макшымасть набыць те новинки литературу, які им будуць дазваляць адрымаць ту самую мультикультурную визу у розной литературы наших суседзев. Ну тут ещё, мне кажется, стоит упамянуць, што вот эти самые адрывкі будзут азвучываць довольна известны личності. Да, акторы. Ганна Хитрык, Павел Харланчук. Вядомы акторы, таму, я думаю, будзе вельмі цікава. Але я хачу сказаць ішы про адну адмэтнаць, вось мероприемства в нашага фестываля, гэта тое, што так сама героями наших мероприемств пачас фестываля будзуть людзі, які, звычайно, застаюцца за кадрам. Гэта перакладшыкі. І вельмі адмэтна тое, што Беларусі зараз адбываецца, мне падаецца вельмі такая пазитывная грамадская з'ява, гэта фэрміравані, мінэта грамадскага інстытуту, мастацкага перакладу, навуковага перакладу. Таму што, калі раней гэтым займаліся, ну, литеральна адзінкі, то цепер вельмі шмат молодзі, апантаны, ата ліновідай молодзі, да лучаецца, вось, да гэтага кола, і да лабораторій навуковых і мастацкіх перакладаў, да редакція часопіса «Прайди свет», гэта дзя кучі намаганнямі беларускага пандцентра і Саюзу беларускіх письменнікав, тое, што саправдывуць шырыцца гэты перакладчацкі рухи, гэта вельмі добрая, гэта вельмі видатнае з'ява для Беларусі. Не могу не согласіцца. Продолжимо обозревать те мероприятия, які нас ожидають. 15 марта состоїться философская встреча «Наш веселый апокалипсис». Вот философская составляюча, честно, в программе меня очі не заинтересавала. Одна із книг і носіт такое названня із тэх, катра будзут презентованы. Тут на гэтай презентациў будзь прадставлены три выданні розных аутару. Кожан зі их з'являецца философам, але презентуе свае саблівае бачыння свету, альбо свету мастацкага, альбо свету религийнага, альбо свету, скажем так, грамадскара досвіду існавання. І вось розны гэтай аутары, яны ствараюць такую панораму розных философій, па які мы звычайна думаем, што, ну, ў кого-каго, а ў славянаў, якая може быць философія. Философія там ў грэкаў, альбо ў немцаў, а ў славянаў їе нема. Також гэта якраз адкасна тоя, які може быць гатунак середнеевропейской, славянской философія фактична, і макшымаць задаць сабе те розныя пытання, які утворюць гэта самая наш весёлый апокаліпс. Идём дальше. 26 марта ожидается литературный вечер, а пражская весна в Минске. Там, я так понимаю, будут в основном чешскі авторы представлены. Немного и об этом дне. Сапауды, гэта вечарына, якая пратягвае вядомую ўжо для аматору беларускай литературы чешскую колекцію, і за якую адказвае Сергея Сматриченко, і там будуть празентавацца кнігі розных аутару. Одны з іх сусветны вядомые, як Багумил Грабал, другие менш вядомые шарокаму чытачу, але усеяны такць інакш адлюстровуюць гэтую такую вільмі сваясаблівую версію сучасны литературе, кры празентують Минавіта Чешскай литературу. Учым специфіка Минавіта Чешскай добрая литературы вам розправдуюць на празентации, відповідно сам Сергій Сматриченко, як я гэтую колекцію курирує. Але я думаю, гэта і велика махчымаць для кожного з нас спочиніць до вільміта цікавого досвіду єсть. Те, хто перечітує які-то воспамінання. Почім ви решили уделіць цьому внімання в рамках фестиваля? Ну, у нас гэта такая была хуча і рекламная закідка назвать гэта мемуарвічі ринкай. На сам рэч, спрау тым, што те кніги, які будуть празентавацца ў межах гэта реймпэзы, яны такці інакш, гэта кнігі ўспамінаў. Загзумела, білітерзаванных ўспамінаў, ўспамінаў пра розныя моманты нашай супольны гэсторы, гэсторы гэта рэгіону, гэсторы савецкай, поздні савецкай, ці гэта ўспаміны, яны з аднага боку ўявляюць такі вельмі індвідуальны досвід ўспаймання свету, а з іншыра боку дазваляюць нам паглядзіць на то, як гэта падзея, які зміняюць жыць цё, які зміняюць свет, яны праходзіць прасы людзей, праскожна раз нас, і в цьому сенсі поразуміць, як мы зараз сами з'являємся тими ж самыми особыми, поза яких проходзіць розныя падзея. Уверена, що среді наших пользователей найдуться те, хто заинтересуюць данным фестивалем. Я напомню, с 12 по 29 марта в Минске пройдет фестиваль среднеевропейської литературы Шенгенка. Так как времени у нас немага, напоследок хотелось бы все-таки услышать ваше мнение. Кому в первую очередь обязательно, кому посетить мероприятие і фестиваль, і кому це буде интересно. Будет ли це интересно молодежі, тому, як її много середі наших зрітілей? Я думаю, што якраз мэтава аудиторія наші, гэта вось наші фестивалі, гэта в першу чаргу молодць. Тому што наша Шенгенка, яна вось цірає гэтай межі. Мы частка Европы, ми гісторична частка Европы, ми спадземся, што будзім гэтай частку будучим. Вось, я думаю, што наш фестиваль што вельмі цікаве так само перакладчикам, тым людзям, які хочуть зв'язаць свой лёс, свою професійну ідзенність, меніта з перакладам, тому што Мастацкий пераклад має сваі асаблівасті, і якраз вось молоді перакладчики будуть дзеліцца сваім вопытам, сваім отчуванням, як іны перакладалі. Ну і воглі, я думаю, што наш фестиваль гэта удалая махчымасть падвісить свій культурний градус. І слоган нашій кампані, з якого ми вже йдзем з вересні минулого року, гэта культура палєпшає життё. Так што ми запрашаєм всіх, і спадземся, што саправды, як і життя палєпшиться пасля нашого фестивалю. Большое спасиба за то, што заглянули к нам в видеоафішу. Надеюсь, што все мероприятия пройдут успешно і при полних залах. Ну, це як мінімум. Дякую. Спасибо большое.